Музыка Всем доброе утро! Давай, поздоровайся, скажи привет! Привет, привет всем! Всем привет! Какие у нас планы? А в планах у нас пойти погулять с Чарли и мы сегодня с подругой договорились пойти позавтракать. Да, мы что-то раньше то кофе пойти попить, то еще что-то. Я говорю, а давай сменим и пойдем позавтракаем. Как такие интеллигентные дамы. Сядем, закажем себе чашечку кофе. Ну, в общем, вы все сейчас это увидите. Кстати, чтобы не пропустить мои видео, подписывайтесь, ставьте на колокольчик, чтобы вы были всегда первые. Ну, естественно, пишите комментарии. Кто-то едет так с ним. Пишите комментарии и все у нас будет хорошо. Это мои цветочки. Батарейка садится, надо ее зарядить. Пока я пойду патчи наложу. Завтракать не буду, мы же с подругой пойдем завтракать. Буду одеваться потихонечку и погулять с Чарли надо. Кофеек. И это тост с помидорами. Что-то я сегодня тоже обходила. Я, в принципе, его не очень люблю. Но вчера думала о нем. Вот главное, я сказала, по нам, ты глядь. Принесли, похланили. Нет, ты не сказала, кстати. Вот видишь. Вот я еще подумала, потому что я бы тоже... Я такое вообще не люблю. Ну, закажи себе давай еще медью. Надо вот это сверху маслом полить. И они прям уливают вот так все сильно, чтобы все вот так вытекало. Я вот забыла. Надо посолить. И ножичка вот так вверху делать. Ну, да, ты у нас все по Италиям разъезжаешь. Знаешь, в этом варисе в нем кофе нормальный будет. А что там, в Италии плохой кофе? Таких мемзу. А, я помню, в аэропорту тоже, да. Вот в таких она показала. Короче, в аэропорту тоже заказала себе кофе. И не вот так там нет. Я языком вот так... Оно горькое, как водка, да? Я его так языком попробовала. И все, и нет кофе. Я с Наташкой нашли выброс положения. Я заказывала американо. И еще заказывала с молоком. Мне приносили в виде пшенчики молоко. Таким образом, я бы хотела положение. По-русски? Смотрите, куда мы идем. В спортзал. Оля идет узнать, что там у нее и почем. И как? Где Ольку? На. Я ее все-таки это... Агитировала. Да, сагитировала. Может быть, тоже запишется. В общем, у нее там... Свои нюансы. У нас свои нюансы. Но идем узнать. Уже прошли весь город в тревелюшке. Но ничего, нормально. В общем, сидим. Будем пиво пить. В бассейн Ольги не подошел. Ой, бассейн. В бассейн. Не подошел. Ей всего на месяц надо. Потому что там надо к ним целый год ходить. В общем, дорого и все такое. Будем запивать горе. Безалкогольными напитками. Нет, я только не забирала. А, да? Ну ладно. У Ольги все намного серьезнее. Она как сядет, так и будет пить. Но я ее выведу из этого запоя. Мы не только будем пить, мы еще и жрать будем. Нам тапы, это мы в спортзале вышли. Ну что было. Типа того. Мужик, наверное, на нас посмотрел. Скажет, бедные они в спортзале. Им надо возобновить силы. Наложил нам картошки жарим. Кстати, большая тарелка, смотрите. В общем, всем приятного аппетита. Я уже дома. У нас такой ветра. Ган поднялся. Так что на пляж не поеду. Там, наверное, ветер. Да и не успею. Я, знаете, что-то поела этот, как сказать, бутерброд, булку, в общем. И есть не хочется. Но все-таки мясо было замариновано. Так что я его вот так вот в фольгу замуровала. И пойдет сейчас он у меня в духовочку. Не знаю. На полчасика. Так как это индейка, она готовится быстро. Поэтому будет у меня такое мясо. Но есть что-то не хочется. Я лучше сейчас чаю попью с чем-нибудь. И все. И фруктика съем. Так вот. Какое у меня мясо шикарное. Не скажешь, что это индейка. Смотрите, какое оно большое. Это сейчас мы уже нарежем. Пускай он с Чарли играется. Очень сочное внутри. Вообще шикарное. Попробовала кусочек вкуснятина. Ням-ням. Вместо колбасы. Вот так. Я собираться уже сейчас буду в спортзал. Я вчера в Алькампу купила два вот таких вот пузырька. Чтобы заполнить их. Один гель для душа. А другой шампунь. Чтобы мыть голову там. И в общем-то такие дела. И гель для душа, чтобы не было. Сейчас пойду наполню. И буду собираться. И пойду заниматься. Сегодня не офигительная жара. Прям вот ветер. Но он такой горячий. Что просто мы ходим. Уже тут вообще. Чарли на полу все время спит. Хотя сейчас лег на диване. Смешной. Вот. Заполню. Переодеваюсь. И в спортзал. Гонять жиры. Так сегодня жарко на улице. Прям вообще. Офигеть можно. Вот. Кстати. Расскажу вам сколько стоит спортзал. Спорт-клуб наверное даже больше. В общем я оплачу. 40 евро. Каждый месяц. 40 евро. Туда входит. Туда входит все. Бассейн. Классы. Занятия. Тренажеры. Индивидуальные какие-то там. Вот. Я например хожу. Сейчас вышла на полчаса раньше. Сейчас я встану на беговую дорожку. Похожу. Быстрым шагом. Скажем так. Потом у меня начнется сумба. Сегодня. Час она длится. Потом я пойду в бассейн. Поплаваю немного. Ну в душ схожу и все такое. Вот. Все как обычно. Завтра у меня. Ну вот эти вот. С штангой. С гирями. С гантелями. Занятия. В общем там очень много других занятий. Там и йога есть. И все это входит в 40 евро. То есть делай что хочешь. 7 раз в неделю. Сейчас. Правда в воскресенье закрыто. Но вот со следующей недели уже они откроются. Каждый день. Вот. Заходи туда в 8 утра. И занимайся хоть до 10 вечера. Они в ау-10 закрываются. Никто на тебя не будет смотреть. Никто на тебя не будет обращать. Но. Помимо этих 40 евро. Первый месяц нужно заплатить 25 евро. Так мы не поняли за что. Мы это было платить. Вот мы сегодня с подругой, с Ольгой пытались разобраться. Парень нам начал значит что-то объяснять. А я ему говорю. А вы мне объясните смысл вот этих вот 25 евро. Ну это как типа матрикулы у них называются. Ну матрикулы это что-то типа того, что внести вас в базу данных. Чтобы вы там были. Это или что-то как-то там. Да. Вы там находились. То есть один раз внести и все. То есть мне это нормально. Я там собираюсь в спортзал ходить. Ну где-то 3 месяца. Вот так 2 месяца. А Ольга моя подруга. Она хотела всего на месяц пойти. Потому что она потом выходит на работу. И она говорит. Ну то есть я так подразумеваю. Один раз заплатишь. То есть ты уже становишься клиентом этого клуба. И там через месяц допустим. Ну болеешься. Да. И не можешь. То есть через месяц можешь возвратиться опять. Опять заплатить свои эти 40 евро. Нет. Нужно оказывается опять заплатить эти 25 евро. То есть уже ей это не выгодно. То есть в ней месяц получается не 40 евро, а 65 евро. Она пойдет на работу. Ну как она планирует месяц 4. А через 4 месяца ей нужно опять заплатить 65 евро. Это совсем не дешево. Смотрите какой дом. Дом странный. Я только сейчас увидела. Он такой узкий. Прям я не знаю. Метр 3 наверное. Максимум. Прикол. Только сейчас обратила внимание. Вот. Если ты ходишь допустим каждый день и в течение года. То это еще нормально. Заплатил первый месяц 65 евро и все. А остальные месяца платишь 40. Но если всего ли на месяц захочешь идти. То это конечно подороже. Дорого получается. Потому что у нас есть другой клуб. Но там тоже наверное эту матрикулу надо платить. Но я не знаю. Но там 55 евро стоит месяц. Тоже дорого. Вот у меня подруга в Гранаде живет. А они что-то там совсем намного меньше платят. Уже сейчас не помню. Клуб намного больше. И платят меньше. Так что не дешевое удовольствие. Жиры зажигать. Знаете. Сначала их наедаешь. А потом блин еще не надо платить. Чтобы их сжечь. Но другим способом не получается. Потому что не получается. Жарко. И много спорта. Не позанимаешься дома. Да и вообще нам нужен всегда человек. Который тебе даст пинка под задницу. Как говорится. Без пинка под задницу мы ничего не можем. По крайней мере я. Как вот с Ольгой сегодня разговаривали. Она говорит. У нее действительно не все есть. Кто бы меня еще заставил всем этим заниматься. Желание дома почему-то не возникает. А там вроде бы заплатил. Надо все это отрабатывать. Чтобы жалко же деньги когда выбрасывать. В общем вот так вот. Надеюсь я вам объяснила. Че по чем. Какие свечо. В общем 40 евро. Каждый месяц. Находиться можно с 8 до 10 ночи. Каждый день. И делать все что захочешь. Хоть там все классы. Все занятия переделай. Если сил хватит. Но первый месяц нужно заплатить 65 евро. Так что вот так. Ну а о результатах вам расскажу. Когда закончится эта неделя. Но они есть. Так что пойду я сейчас заниматься. Ветер такой прям горячий. Да вообще я уже все мокрые иду. Представляете. Жарищи сегодня несу светлые. Несмотря на то что ветерок дует. Ветер ветер ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Терли как всегда на забастовке. Он любит бастовать пока мы гуляем. Ветер? Ветер? Вот так он бастует. Бастовщик какой-то. И он бастует. Наш старый метод. И так спортзал пришла. Ну не болит. Но уставшись такая. Так он еще бастует. Вообще знаете сегодня столько народу было. Наверное в три раза больше чем на той неделе. Или это вообще. То есть если на той неделе у нас на сумме было человек 20. Сегодня было. Ну два раза 40 точно было. Прыгали, бегали. Там и такая жара. Кандель работал. Но как-то не справлялся. Потом уже ей сказали все женщины такие. Ну женщина и парень у нас есть. Сегодня кстати другой какой-то парень был. Тоже на сумму ходит. И стоим такие. Она такая. Ну как у вас дела? Мы такие все. Жарко. И она уже потом на пол занятия пошла. И сказала, чтобы нам похолоднее сделали. На этих ездят. На велосипедах, на роликах детки играют. В общем в спортзале там стоит такая очередь. Ну к оплате или еще что-то. В общем очень много народу. Лето ушло что ли. И все. И прям в раздевалки все ходят. Ну знаете все такие приветливые. Мы уже пару женщин со мной уже так разговаривают. Как будто мы всю жизнь с ними знакомы были. Вот здороваются. Чуть ли не лебезут целоваться. Но вы знаете, что испанцы при приветствии любят целоваться. Ну как в фильмах. Щечки типа того. Вот. И может быть уже наскоро придется целоваться. Но нет конечно. Не такой степени. Потом все нырнули в бассейн. Ну естественно после душа. А так лафа класс. Так что гуляем на улице. Вот сейчас знаете и то не прохладно. А вот как-то прям жара вообще сегодня несусветная. Хотя смотрю по приложению 28 градусов. Градусов 40 точно было сегодня. Поэтому не уходи лето. Они все такие протестуют. Типа ой жарко. Я говорю, мне нормально. Мне кайф. Испанцы все не любят жару. Представляете. А я ее обожаю. Будем сейчас гулять. Вернее мы уже почти погуляли. Идем уже обратно. А этот бастует. Бастовщик. Я надела легкое платье уже. Вот так у меня развиваются на ветру. Видите. Я так люблю, когда у меня все это развивается. Тут у нас площадка детская была. Ее вот что-то и все разломали. И не сделали никакую площадку. Странно для детей. Раньше тут качели были. Может быть еще сделают. Не знаю. Ай, Чарлин друг. Вот он. С девушкой в розовом. Сейчас Чарли его увидит. И будет играть в мир. А то амиго. Чарли от меня убежала. Ему сказали, что папе дома. И он рванул по лестнице. Не знаю, тут и не тут. Вот он, знаете, ошибается на ходом. Он летит. Чок понимал, да? Я ему сказала, пошли с папой. Емко все, видите. Папи! Как угорелый. Водичку хочет. А нету что ли у нее? Мало, наверное. Смотрите, как у нас ветер задувает. Классно. Ветер, ветер, ты могуч. Ну, так, небольшой, конечно. Но дует классный такой. Освежающий, скажем так. Что-то там кто-то воду пролил, что ли. Я буду с вами прощаться. У нас вот такая ночь. Всего вам самого лучшего. У меня начинается рабочая неделя. У вас она уже, наверное, началась. Пишите в комментариях, как вы ходили на первый звонок. Как начался у вас... Как началась у вас осень. У нас она еще не началась. Она начнется 21 числа. Так что у нас еще лето. Все вам самое лучшее. Третьимся с вами завтра в 7. Пока-пока. Я тут прикрываюсь, потому что я в трусиках хожу. И в люфчики. Дома жарко. Поэтому приходится прикрываться все-таки на улице. Я вот так вот в шторке такая. Пока-пока.